Hola amigos! Ну и к любимому, ко всяким западным вещелухам под грозным названием санкции. Ну точнее к тому, а насколько замысловатые позы и позиции, и формы сиюдейства может принимать. А то потуги идут, даже звук характерный, но развязки нет. Ну может физиологически чего-то не хватает, но вот этого вот последнего шага, аль умения какого? Вопрос лишь какого? Кстати, а помните на днях рассказывал вам о японцах? Ну тех, у которых премьер в благодарностях расстилается перед Джо, после его речи о том, как они с Японией на одной стране воевали. И того, у которого от громкого шума несмыкаемость, что-то начинается связок или не связок. Ну помните же, когда в его резиденции привидения нашли? А он-то, бедолага, подумал, что русские идут. Ну в общем, та самая Япония, у которой АЭС, после землетрясений винтом идут. И они весь океан на радостях этих угаживают. И тех, что поверив в себя лифт, хотят в космос построить. И тут я уж не подскажу, что случилось, но походу гений местным объяснили, на пальцах, что с лифтиком они, малек, погорячились. И надо бы сосредоточиться на чем-то жизненном, мирском. На том, что поможет человечеству будни повседневные скоротать. Вот Запад наводил всякого разного, и оно как-то, ну не очень для своих стран получилось. И теперь вот как-то денечки в цветах теряют. И надо это как-то чем-то скрасить, чтобы гордость брала. А японцы такие, вы песен хотите, их есть у меня. И в духе времени заявили об инновации в области изучения безграничных возможностей человека. Проект начинался еще пару лет назад, и вот уже первые результаты. В двух словах, там же когда ковид был, все плотненько на ЭВЛ сидели, и их не хватало и вообще печаль. И вот тогда-то и посетила их мысль, а что если человеки могут через задницу дышать? Нет, ну с мозговой активностью же на ура справляются. Европа соврать не даст. А дышать же оно проще. А сейчас времена нестабильные, не дай боже, какая страна психанет вообще, кроме как через нее родненькую дышать и не получится. И это делают лягушки. Более того, опыты на крысах и свиньях также показали, что они адаптируются очень быстро. И однажды попробовав дышать через попку, вообще по-другому отказываются. Ну вот, суровый век, суровые нравы. Так я вообще о чем говорил-то? А, о санкциях. Отвлекся просто. Ну, в предысторию, просто отвлекся. Так вот, с гениальным предложением обратились Штаты к своим союзникам и друзьям. Идея следующая. Европа в духе поддержки югов берет российские бабки и отдает их Штатам. А Штаты мусят фондик, вкладывают и дележка прибыли идет. Ну, конечно, не поровну, но по-честному. И на юг отправим, и европейцам за труды малюк отстегнем. И американцам хорошо. И план офигенный. Все в плюсе, да и рисков фактически никаких. Ну, там, в случае, пустяк. Европейшки должны просто все юридические последствия на себя взять. И на попку от замута такой присилили даже чинуши made in ЕС. Ну, заявив, что они, конечно, тупые, дальше некуда, но не настолько. Ведь когда в ответ Запад останется с голой попкой, за океаном лишь ручками разведут. Кстати, будет красиво. ЕС создает 50 ярдов из замороженных активов. Россия забирает столько же у ЕС. В финале США плюс 50, Россия в нулях, ЕС минус 50. И бонусом звание гений десятилетия. Кстати, по поводу заявления. Мы не такие тупые, как вы думаете. Не мне, конечно, оспаривать столь сильные слова. Но помнится, за последние три года ЕС в порыве замещения слила под 700 миллиардов долларов и на газ, и на инфраструктуру для Американ СПГ. А это больше, чем стоимость всего газа из России за последние 8 лет. И да, эти терминалы будут и дальше принимать более дорогой газ из Грейд Америки. Но это к вопросу. Мы не такие. Мы просто устали. В довесах московская биржа также попала под санкции. И это страшнейший удар по России. Ведь как теперь доллары и евро обменивают через биржу-то? А это ли не катастрофа? Не, народ, конечно, уже годик-другой все обмены и переводы делает через крипту и иные пути. Но сразу как банки без свифта остались. Но данное решение это прям, ну, дичь. Из интересного, ну, по классике, на зло маме. Одним из крупнейших держателей акций московской биржи был Европейский банк развития и пара трастов из США. В сумме у них было 16% акций. И теперь этим друзьям прибыль не вывести и акции не продать. Но тут комментировать нечего. Но все в духе газа и гениальных мыслей о переводе 50 миллиардов из ЕС в Штаты. Ну, для инвестиций. По санкциям, по санкциям. А, я же говорил, что санкционная темка это покруче прочих вредных привычек. Разок попробовав, хрен слезешь. А с Россией вообще ситуация скверная. Вели их уже столько, что дальше, что не придумают только себе во вред. Ну, вот как торчки. Выносят из дома все ради дозы. Ну, вот идентичная ситуация. Но то правило не касается Америки. Ибо там подход другой. Стран кругом много. И следующими в списке оказались кто? А-а-а. Ну, да, вот как вы угадали. Конечно, Канада. Ибо да как они смели принимать какой-то там языковой законопроект 96. Да в Квебеке. И это из-за него американские производители могут потерять денежку. Ведь им придется переводить вывиски и маркировку на французский. А это дискриминация. Это вмешательство в честный бизнес и в американскую политику в Канаде. Ну, вот тоже верно. Канадцы, вы что там? Про путинские законы принимать вздумали? Этикетки на своих языках хотите? Страх перед митрополией потеряли. Да. Отличного дня. Пока.